Слушатели – ученики 8-10 классов со всего округа. В качестве спикеров – профессионалы своего дела. Они не только рассказали о своем ремесле, но и подсказали, на что необходимо обратить внимание при выборе будущей профессии. Цель нашего мероприятия – это дать общее представление о тех профессиях, которые сейчас у нас есть на рынке, о тех профессиях, с которыми стоит будущее, чтобы дети смогли изнутри познакомиться с профессией, чтобы они смогли пообщаться с представителями данных профессий, где-то развеять свои страхи, сомнения. К выбору спикеров организаторы подошли вдумчиво. Среди них – представители самых востребованных профессий – врачи, военные, пожарные, волонтеры, спортсмены. Они поделились историями своего пути в профессию, плюсах и минусах работы в конкретной области. Действительно, мой первый был вопрос, когда я зашел в зал, я спросил, кто хочет стать врачом. И мне было очень приятно, потому что очень много детей, как раз 9, 10, 11 класс, подняли руку и сказали, что хотят в будущем связать свою жизнь с медициной. Медицина – это не отдельная отрасль, это уже соединение кибернетики, и программирования, и биофизики. Поэтому это колоссально интересное направление, которое мы обсудили. Чтобы стать врачом, недостаточно одного желания. Необходимо углубленно заниматься наукой уже со школьной скамьи. И, конечно, обладать такими качествами, как эмпатия и человеколюбие, умением слушать и слышать. Те, кто интересовался профессией военного, смогли задать вопросы Владимиру Силантьеву. Участник освобождения заложников теракта в Беслане раскрыл секрет военного дела. Чтобы стать военным, нужно на самом деле любить Родину. А Родина – это кто? Это вот начиная от мамы, папы, братьев, сестер, бабушка, дедушка, друзья, село, деревня, город. Вот она Родина. Учитель, программист, механик или водитель – в мире нет ненужных профессий. Главное – при выборе будущего занятия прислушиваться к собственным желаниям и довериться врожденным талантам. Зачастую основным критерием становятся личные качества. Профессия пожарного, она издавна славится смелостью, добропорядочностью, отважностью. И пожарный – он тот человек, который обладает большим добрым сердцем. В большинстве своем, принимая решения в пользу будущей специальности, подросткам приходится делать важный выбор – желанная профессия или заманчивые перспективы. И вроде бы как я должна была поехать, поступить в медицинский институт, но не доехала. Две остановки, вышла возле Луганского педагогического университета и стала психологом. Так, кажется, так бывает. Родители, конечно, были в шоке. В ходе мероприятия перед школьниками и учителями выступили и специалисты по профориентации. Их задача – сделать столь важную тему системным продуктом во всех школах. И в концепции нашего курса мы знакомим ученика с самим собой, то есть о какой я, а что мне интересно. Это первый момент. А второй момент – мы знакомим с окружающим миром, с рынком труда, с рынком образования, как вообще выстраивать образовательную траекторию. И вот на стыке знаний о мире и знания о себе как раз и получается вот этот выбор совершать. Проведение подобных форумов в Одинцовском округе стало традицией. К ним готовятся заранее и всегда стремятся получить обратную связь, чтобы в будущем дать подрастающему поколению как можно больше полезной информации и тем самым помочь с выбором профессии. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.